Субтитры создавал DimaTorzok Демократическое общество Туркменистана 14 февраля выдвинуло меня к кандидатам на должность президента в предстоящих выборах, которые состоятся 12 марта 2022 года в Туркменистане. Для тех, кто сейчас впервые смотрит мое обращение, я хотел бы немного рассказать о себе. Я семейный человек. У меня четверо прекрасных детей. На родине я освоил профессию инженера-строителя. Создал несколько собственных предприятий. Преподавал, обучал студентов строительному ремеслу. У меня в жизни есть хобби, которым я увлеченно занимаюсь с юности. Это восточное единоборство. А в 2005 году мне пришлось эмигрировать во Францию. Мои политические и гражданские ценности были несовместимы с той варварской диктатурой, которая строила и укрепляла многие годы официальная власть в Туркменистане. Я публично высказывал свое несогласие с политикой действующего режима. И, конечно, это привело к преследованию. Многие годы я живу в Европе. Окончил голландскую бизнес-школу. Изучал управленческую науку. Во Франции я также закончил университет Мирай, расположенный в городе Тулузи. И получил диплом преподавателя французского языка. Мне очень повезло работать в странах Европы, Америки и Центральной Азии. Я говорю на туркменском, английском, французском и русском языках. И сильнее всего я люблю наш родной туркменский язык. Везде, где мне довелось путешествовать и работать, я видел, как правительства разных стран заботятся об благосостоянии своих граждан. Боль за судьбу моего народа заставила меня принять важное решение в моей жизни. Я выбрал путь политической борьбы за свободу и независимость родного Туркменистана. Уверен, что наш народ сумеет построить сильное демократическое общество. Десятилетиями у нас крадут право на достойную жизнь, крепкое здоровье, долголетие, возможность получать лучшее образование, работу, социальную помощь. Право выбирать и участвовать в важных решениях в жизни страны. В Туркменистане даже отдаленно нет всего того, что имеют граждане свободных стран по всему миру. А ведь наш народ ничем не хуже других. Это доказывает наша молодежь, которая сумела выехать из страны и добиться признания успеха в Европе, Америке и других странах. Это доказывает мой жизненный путь. Когда я обычный человек, имея возможность учиться, повышать свои профессиональные навыки и жить в стране, где права человека, демократические ценности являются наивысшим приоритетом, смог многого добиться в жизни. Такой же путь прошли многие туркменистанцы, мои друзья и соратники, проживающие сегодня за рубежом. Поэтому я решил, что мой родной Туркменистан, мой народ могут и будут свободны. Мы обязательно добьем все перемен и вместе построим сильное демократическое государство, где будет счастлив, успешен и защищен каждый гражданин. 20 мая 2022 года мы основали оппозиционное народное движение «Демократический выбор Туркменистана». Больше того, в сентябре 2020 года мы официально зарегистрировали нашу политическую организацию в префектуре Франции. Мы нашли много сторонников, вместе мы разработали политические программы нашего движения, основанные на главных ценностях демократии и свободного мира. За неполных два года мы многое успели сделать. Провели много акций по всему миру, спасали жизни нашим активистам, помогали им получить убежище в Европе и Америке. Мы сумели рассказать о страданиях нашего народа и привлечь внимание многих авторитетных, международных, политических, правозащитных институтов по всему миру. Наши акции проводились у стен ВОЗ, ООН, ОБСЕ. Мы направили десятки обращений в Сенат Соединенных Штатов Америки, Европарламент, Еврокомиссию, правительство многих стран. И сегодня у нас есть сторонники и партнеры по всему миру. Мы нашли сторонников также и в Туркменистане. Помогли в доступе к интернету многим нашим туркменистанцам. Разъясняли общественную работу, разъясняли действующую политику правительства Туркменистана. Мы получаем оперативную информацию из первоисточников внутри страны, из правоохранительных органов, руководителей системы образования, различных государственных служащих, даже из правительства Туркменистана. И я хочу вам сказать, перемен хотим не только мы. Не только те простые люди, которые живут в абсолютном бесправии. Перемен хотят даже так называемые соратники Бердумхамедова. Диктатор стал ненавистен всем. И поэтому у нас с вами есть много возможностей практически сменить тиранию на демократию. На нашей стороне практически весь туркменский народ мы с вами обязательно добьемся перемен. И вместе построим сильное государство, где самым важным делом государства будет защита человеческих ценностей, право на свободу слова, самовыражение, где будет царствовать верховенство закона, равноправие и братство нашего народа. Мы вели широкие консультации с экспертами в экономике, финансах, юридической науке, с правозащитниками и политиками из разных стран. Благодаря нашим партнерам мы готовы решительно и профессионально проводить демократические реформы в Туркменистане. Нами выработан пакет программных документов для развития Туркменистана. Мы используем предвыборный период, чтобы рассказать вам о главных принципах нашей политической платформы. Рассказать, какие политические, экономические, социальные реформы мы обеспечим народу Туркменистана. Поддержите нас, оппозиционно-демократические силы страны. Поддержите меня, вашего кандидата в президенты от объединенной оппозиции Туркменистана. Мы готовы идти к нашим целям последовательно, бескомпромиссно, стремительно. Пришло время перемен. Вперед, Туркменистан! Продолжение следует...